Добрый день всем! Сегодня хочу пересадить перчики, которые я посадила в эту ложку 31.01. Пророщенные семена были, я их посадила. Это семена, которые дочка мне привезла из Румынии. Не знаю название, это покупные семена. Не то, что покупные семена. Было куплен перчик, съеден. Перчик наподобие капия, может быть и вправду капия. И она сказала, что они такие вкусные. Я попросила ее, чтобы она собрала семена. Вот она мне принесла семена капия красного перчика, удлиненные. Вижу, даже и рассада какая-то длинная. Может быть это из-за сорта, потому что те остальные покороче. Вот и хочу их сегодня посадить, перевалить, пересадить в стаканчики. Стаканчики я предварительно подготовила. Я срезала кантик от стаканчика, потому что так больше помещается. Если не срезать кантики от стаканчика, они помещаются только 4. А здесь поместилось плюс 1, значит 5. И можно посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть плюс пять. Больше помещается стаканчика. Обязательно делаем дренажные дырочки. Это обязательно. Для того, чтобы вода стекала. Вот я хочу пересадить эти перчики. Да, я забыла сказать, что эти перчики были на фитильном поливе. Вот. Были на фитильном поливе. И смотрю уже, корневая система уже видна. Нужно было уже давно их, наверное, пересадить. И вот я постараюсь осторожненько их вытащить и пересадить, перевалить. Потому что у них уже корни, наверное, переплелись. Но нет. Корневая система хорошая. Чуть посмотреть. Вот. Еще дают вот корешки. Вот они, маленькие беленькие корешочки. Красивые. Вот перчик какой-то длинненький. Я думала, что из-за того, что не хватает света или что-то ему не хватает. Но мне так кажется, что все-таки это из-за сорта. Я обязательно оторву семидольные листочки. И буду сажать. В стаканчике я положила одну ложечку только земли. Из-за того, чтобы немножко-немножко углубить. Углубить, потому что все-таки я уже видела по своему опыту. Если углубить от больше до семидольных листочков, они все равно вот дают. Вот видно же, как они дают корешки. Вот они. Вот они утолщились. Вот они уже начинают сверху давать корешки. Я уже это видела в прошлом году, что не только помидорки вот дают корешки, извините. Но и перчики тоже. Поэтому я их углублю. Вот осторожно придерживаю. И осторожненько засыпаю землю. Потом я не до конца. Для чего? Для того, чтобы обязательно полить. И после, как земля осядет, я еще немножко сверху сухой землей присыплю. Это для того, чтобы сверху была сухая земля. Потому что у меня бывают мошки. И если земля будет сухая, они не прилетят. Потому что мошки прилетают на влажность. Если я оставлю сверху мокрую землю, так они прилетят. И им хватит там денечка, чтобы они мне оставили свои личинки. Поэтому вот я буду постепенно, осторожно их пересаживать. Каждую. Они очень, вижу, хорошие. Вот даже маленький. Тоже вот сверху дают корешки. Вот они. Мелкие, мелкие. И вот даже видно, тут какое-то маленькое утолщение. вот поэтому я буду их. Я оставляю все-таки маленький пенечек, для того, чтобы не сделать главному стеблю ранку. Тут они подсохнут, и они сами отпадут. Вот так придерживаем. Давайте сюда. И осторожно, по чуть-чуть, чтобы корни их не прямо аж втапливали, вот так, чтобы сверху понемножку. Чуть-чуть вот, чуть-чуть только. Потому что, когда мы будем увлажнять, земля сама посядет. Не нужно прямо аж топтать эту землю. Вот на сегодня такая у меня работа. Я приготовила 20 стаканчиков, потому что я тогда сажала 20. Но посмотрим, если... Потому что есть вот и маленькие. Но я посажу все вот есть. Мелкие. Мне кажется, они отстали из-за того, что вот эти крупненькие начали расти. Ему не хватало света. Вот. Но я их посажу. Вот тут тоже один какой-то бедненький отстал. Но я постараюсь. Посмотрю. То есть посажу все-таки все. И в дальнейшем мне время покажет, какие будут крупнее, какие будут красивее. Вот те я и посажу в огороде. И буду в дальнейшем смотреть на свой эксперимент, видеть и узнавать в дальнейшем о них побольше. Потому что все говорят, что из покупных перцев, которые мы съедаем, невозможно получить хороший урожай. Поэтому я хотела попробовать на собственном опыте. Да, может быть, первый урожай будет очень хороший. Я так думаю. Но потом из этих перцев невозможно будет собрать семена. Потому что все-таки они гибрид. Я так поняла, что с гибридов можно собрать семена. Но только первый год они хорошие, дают хорошо урожай. Но посмотрим на моем опыте, как получится, что покажет мне время и своя рассада. Вот моя работа на сегодня. Пересадка перчиков, которые были на фитильном поливе, которые я сажала на фитильном поливе. Всем пока-пока. Доброго дня. Экспериментируйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова